Европейский банк реконструкции и развития расширит инвестиционное сотрудничество с Беларусью в сфере финансов, транспорта, энергетики и ЖКХ. Перспективные проекты сегодня обсуждались на встрече Александра Лукашенко с первым вице-президентом этой влиятельной финансовой структуры Филиппом Беннетом. Ежегодный Европейский банк реконструкции и развития вкладывает в Беларусь около 200 миллионов долларов. Но если раньше финансирование шло на развитие частных предприятий и инфраструктурных проектов, то в новой стратегии банка уже нет никаких ограничений для сотрудничества с государственным сектором экономики Беларуси. Результаты нашей совместной работы я бы определил как существенные. В новой четырехлетней стратегии на 2016-2019 годы отменены ограничительные меры, снят калиброванный подход. Беларусь как полноправный член Европейского банка реконструкции и развития всегда выступала против ненужных барьеров. 20 лет мы сотрудничаем с Европейским банком. За это время в белорусскую экономику привлечено, инвестировано около 2 миллиардов евро. Это хорошее, немалое денежное средство. Тем более, что инвестиции эти осуществлены в самые перспективные и ныне успешные проекты, типа электропоезда Фаниполи, Штадлер или Кроноспан, деревообработку. Я полагаю, что в рамках нынешней стратегии, господин Беннет, мы сможем более широко взаимодействовать в сфере государственного сектора, которое, я уверен, даст хорошие результаты и откроет новые перспективы. Развитие всех форм собственности, в том числе и государственного и частного сектора, это наш приоритет в Беларуси. И я вам благодарен за то, что вы это понимаете, и у вас нет никаких предубеждений. Данный визит очень результативный, но все же, господин президент, мне кажется, те вопросы, которым мы смогли уделить внимание, лишь малая доля того объема взаимодействия, который мы могли бы и намерены развивать. В ближайшее время Европейский банк реконструкции и развития профинансирует крупные проекты по очистке воды, переработке отходов. В нескольких белорусских городах уже идет строительство биогазовых комплексов. Так деньги направят на реконструкцию участка трассы М-10 границы России Гомель-Кобрин. Также партнеры заинтересовались проектами вне банковского и финансового секторов.